Привет, друзья! Меня зовут Алена. Сегодня со мной приглашенный райдер, эксперт, профессионал Артём Щербаков. Всем привет! Сегодня мы будем смотреть ваши видосы. Это первый выпуск рубрики «Кикмит. Не верю» или «Просто не верю». Мы просили вас в нашем инстаграме, чтобы вы разместили самый мощный свой трюк по хэштегу «Кэмэ. Не верю». Вы выложили очень много трюков. Большинство из них под эту номинацию, конечно, не подошли, потому что мы просили выложить один трюк, а вы выложили целые инстаклипы. Сегодня Артём будет своё экспертное мнение давать, и победитель у нас что получит? Колеса «Тилт» вот эти, стей 4 в чёрном цвете. Что, тогда давай смотреть или на тебе ещё что сказать? Ну, тут много трюков, и мы выбрали только те, где именно один трюк, а не где-нибудь так лип. Сейчас посмотрим, будем смотреть, что более оригинальное получилось. Ну что, погнали. А как тут это, работать? Вот так я нажму, и он за это не заработает. Круто. Это всё, да? Да. Что ты можешь сказать? Ну, большой дроп, большой дроп, маленький ребёнок. Ну, круто выглядит. Не, выглядит круто, просто, ну, просто дроп. Ну, мы сейчас всё посмотрим. Не суперинтересно. Пока непонятно, с чем сравнивать. Ну, круть вообще-то. Ты смог такое сделать? Конечно, да. Да. Поэтому ты здесь сидишь. Следующий это видос от CocoNut. Крути бар-пин под собой. Обязательно. Опять маленький ребёнок. Чё, он маленький? Да. А, это ваш чел? Это наш чел. Это Стёпа? Да, Пальмов. А-а. Фромборд на трёху випно-бар. Можем ещё что смотреть здесь больше? Не надо? Да нет. Окей. Дальше. Это уже поинтереснее. Этого я не знаю. Вот. Ну, тоже дроп, только уже со ступеней. Решился. Что из этого тропа? Первый. Випнохил со ступеней. Можно я посмотрю, если он не увидит? Вот. Опять маленький ребёнок, большой дроп. Пока всё одинаковое. Похоже. Костя, нам выбирала специально такие видосы. Это Леонид? А, нет. Это не Леонид. Ладно. Нифига, вот это... А это считается трюком? Да. Это не... Это считается мощным трюком? Просто это считается трюком или это дорожка? Нет, это не дорожка, это комбинация. Комбинация подходит. Ну, это комбо, типа, а не дорога. Я поняла. Не, не, это подходит под нашу... Ну, это типа жёстко? Фибл, Смит, Нолли Смит, Нолли Смит, Нолли Смит, Нолли Чирк, Фибл, Ванетти, Халкакхилл. Я думаю... Здорово, это уже интересно. Я думаю, этому челу стоит ещё попытаться в следующую нашу номинацию попасть, о которой мы чуть позже скажем, который будет во втором выпуске. Но пока это прям самое интересное, да? Что дальше? Что? Что? Почему тут... А! Обалдеть! Блин, вот это очень... Это очень жёстко. Я знаю этого типа. Я посмотрела, потому что я ржала с этого. Это фингерный набор. Сейчас ещё раз включим. Короче, почему у нас видео началось с конца? Потому что наш оператор смотрел этот видос перед тем, как мы начали записывать его. Это очень жёстко, и так никто не делает больше. Да? Ну, по-моему... Ну, я первый раз вижу. Окей. Смотрим дальше. Ты запоминай пока это. Ну да. Ты будешь выбирать. Можно я посмотрю? Да. Это типа... Сейчас, для непрофессионалов, которые в этом... Это фильзер на фифти. Ну, там как будто не хватает... Это не фильзер какая-то. Нет, это фильзер, а потом фифти. Я посмотрю ещё раз. Я не верю тебе. А, ну да. Ну, там не хватает хила или градусов. Ну, вообще круто. Но действительно, типа, чё-то не хватает. Ну, как будто смотрится не эпично из-за этого, да? Да, должен был быть хил-аут или... Бэкфлип. Например. Ну, всё равно здорово. Какая длинная перила, чё у меня? Чё кривая? Тут Влад Шиша делал трюк. Когда он сломался? А, нет, это другая. Блин, здорово. Ну, очень жёсткий рейл. Смотрим, Flavor Scooter сопоставили середейчик. А почему? Не знаю, почему он в Инстаграм это выложил. Жёсткий трюк, огромный рейл. А он на камеру снял или на телефон? Нет, на телефон снял. Тут Влад Шиша снимал трюк в профайл. Ну, тогда ладно. А за Влада Шиша ему это... Оставим, накинем баллов. Гематоген, флексия. Как Андрея Ненко. Это всё? Всё, что ты можешь сказать? Нет, смотри, жёсткий трюк. Да, это жёсткий трюк. Это фул, ну, фул, фул ревайн. Какой самый жёсткий пока был? Который... Ну, фронтфифт... Ну, вот это по большому рейлу было жёстко. Ну, не знаю. Не так интересно. Ладно, ещё всё посмотрим. Будет что-то страшное. Минус колени. Тоже дроп какой-то. Рулим бы прикольный какой-то. Ну, здорово, ну, просто дроп и просто трак. Дроп большой. Это Краснодар, вроде. В чём, короче, суть? Мы решили, что просто дропы неинтересны. И мы хотим до вас донести, что нужно делать более оригинальные трюки, чтобы отличаться. Потому что сейчас очень много райдеров. И все делают одно и то же. Все делают похожие трюки в дроп. Ну, и непонятно, кого брать. Ну, типа, отличайтесь. Я просмотрела трюк, я просто чувствую. Это трёхвип на хил. Ой. Давай до конца смотри. Давай. Они радуются сильно. Как футболисты, да? Да. Можно я посмотрю? А я вообще посмотрела. Ну, это, типа, трюк с подкатом. Но они поставили туда ещё кикер, чтобы было повыше, типа. Бля! Еееет! Не, это здорово. Просто, мне кажется, мы увидим тот же трюк, только со скольжения где-нибудь потом. Но я уверен, что он будет что-то такое же. Ого. Вот это ничего. Ты в курсе? Это около моего дома? Нет, сейчас я знаю. Это Илья Громова, брат. Это же... Это брат Громова. Это брат Егора Громова. А, его Илья зовут. Придайте ему, что он мне должен косарь уже года. Скиньте видос, если кто-то так же в рашке делает. Он мне должен косарь, но я как бы его простила, но напоминаю. Зачем? И вот Илья Громов очень похож на своего брата, скажи. У них вся семья друг на друга похожа. Они к девочке даже похожи друг на друга. И речью, и внешне, и вообще. Это, наверное, не очень хорошо, но в плане того, что он на нас обещает. И внешне все похожи. Он на нас обидится, скажет, что тебя... Ну, не, они одинаковые. Ну, они все на одно лицо. Круто. Не, крутой трюк, мне кажется, Ваня Слуев так может только все. Или не может, не знаю. Только он. Этот не может, да? Ну, он написал, скиньте видос, если кто-то так же в рашке делает. А, ну мы же скинем тебя. Мы не скинем. Скинем косарь за своего брата. Ладно, я же ищу, все. Давай дальше. Ну, это уже круто. Правда, флэп трюк? Не знаю. Бэкхэм написал. Взял победу, как Бэкхэм. Я не понял. Я вообще ничего не понимаю. Ты же так увел, типа? Ты понял? Нет. Не понимаю. Вип на ротор? Я пригласила профессионала, чтобы он понимал. Там в комментариях пишется, это вип на ротор. А Твикс это одно и то же? Твикс? Нет, тут трюк от Твикс. Его придумали, да? Да. Какие-то? Егор Громов придумал. Реально? Ну, первый раз я от него услышал. Я слышала, что Егор Громов говорил, что он делает самый стильный кан-кан в Рашке. Или в Москве. Но это было давно. Так, короче, мы не будем, да? Короче, это вип на ротор. Это круто, но там такая большая фигура. Не знаю. Но я, короче, такое уже видел. Много раз, по-моему. Я вообще... И просто кажется, что нам еще типа скинуть на таких фигурах трюки, там будет что-то покруче. Может быть, а может и нет. Много Краснодара, кстати. О, приплывально. Вау, да, я знаю этого парня. Это уже круто, мне нравится. Я еще раз хочу посмотреть. Это 360-м. Я честно смотрю вот так. На 360. Если красиво, то мне нравится. Очень круто. Это круто, я так не умею даже. Это же этот. Тоже Челс, Краснодар. Ну, каждый второй краснодарский. Это что, Юра Штин? Почти. Еще раз посмотрим. Это... Да. Можно еще посмотреть? Посмотри. Ну, круто. Ну, я считаю, что это поинтереснее. Не, не, это интереснее, да. Ну, можно было чем поровнее, да, делать? Это, получается, фифтин на... Да, можно было поровнее. Он мог, я уверена. Это цель. Это он же. О чем-то делать, Москва. Мы его не приглашали. Нет, он был здесь давно. Это второе. Это второе. И что, предыдущий тоже был его. Да и ладно. А, ну ладно. Мы же не говорили, что только один, в принципе. Ну, ладно, сколько будет. Но не нужно 10 тысяч видосов кидать. Выбирайте самые жесткие, если хотите, несколько выложить. В следующий раз. Ну, так. Да, это нормально. Это очень жестко. Ну, можно было как-то посимпатичнее, может сделать. Хотя, ладно, может, нельзя было. Но это здорово, я там так не делал. Я, в принципе, так умею, но он впервые меня сделал. Но я пофотру его делал. Сочи. Вау. Это круто. Это здорово, мне нравится. Большой рейв. Вот видно даже, что сложно. Некоторые смотришь, непонятно, что сложно. Да, блин, еще сняты так, ну, типа, видно, что за спот. Там ребята некоторые снимают еще отстойно как-то. Респект, оператор. Сейчас все это будет смешно. А, нет, это дроп. Два бортвиста. Да еще раз. Два фронтсайда бортвиста. И что, это сложно? Я просто не понимаю. Нет, это сложно. Я редко вижу бортвиста у кого-то. Бортвист и бортвист сразу. Ну, хорошо, я буду знать. Ну, это просто дроп. Но это два бортвиста. Ты так умеешь? Я не умею бортвист. Ну, ладно, я умею чуть-чуть бортвист. Но у меня с плечом проблемы. Я не могу бортвист нормально делать. Наоборот, не должно быть проблем. Чисто плеча нет. Ну, там, это, болтается рука и все. Ну, у меня титан плеча. У меня болит, короче. Я так не особо не... Ладно, смотрим, да. Тимур Эй Зи. Что-то знакомое такое. Это из Екатеринбурга, по-моему. Обалдеть. Я ничего не поняла. Ну, он взял фибл. На дверной глазок. Он взял фибл и типа перелетел в прямую часть грани с фингером. Это круто. Так, еще раз. Вот мой фибл. А, ну да. Типа он входов набрал, наверное, через весь парк и перелетел в прямую часть гринбокса. Мне нравится. Здорово. Что такое лютая газка? До сих пор не могу понять. Это не наш хэштег? Что-то такое? Мне кажется, это Женя Жуков придумал. Мы не понимаем, что это. Пишите в комментариях. Что-то мне не нравится этот хэштег. Просто он звучит, как будто они на этих тачках гоняют заниженных. Вот этих вот. Это было неожиданно, потому что он одет слишком как типичный стритер. Фабортно от трех убора. Это чувак из Петрозаводска, по-моему. По-моему, там катается два человека. Степа и вот этот парень. Короче, здорово. Но мне кажется, там будут похожие трюки на рейле поинтереснее. Мне нравится. И сделал чисто. Это что такое за интересный запарк? Я не знаю, где это. А, это как будто бы Новосибирск или... По-моему, это другое. Что это? Я просмотрела. Я читала хэштеги. Finger2ypa. Что в комментариях пишут? Мы увидим. Это запись экрана. Присни. Присни. Это там был фингер? А, да. Он сделал. Не понимаю, это три фингера? По-моему, фингер и два вот так покрутил. Ну, три фингера. Фингер фингер на 2ypa. А это считается три фингера? Ну, это не фингер, фингер, фингер. Это фингер 2ypa. А, окей. Тюмень написано, прикинь. Я не знал, что там есть такой парк. Там есть, да. Там катается. Оля BMX. Каталась. Каминенград. Ты думал, я закончил? Обалдеть. Ты думал, я закончил? Он продолжается. Пока еще раз. Илья Тагаска у всех. Почему? Я вообще такого никогда не видел. Ты думал, я закончил? Это, что каналы, это франкфибл? Расходить франкфибл? Ванетти фулл-твист на хил. Хочет жестко. Я очень думаю, что так можно сделать. Ну, это самое жесткое, наверное, было. То, что я пока видел. Это самое крутое, да? Но это довольно необычный трюк. Ну, скорее, типа, необычный трюк о скольжении не. Мне интересно увидеть что-то, чтобы было скольжение, хоть необычный и трюк тоже крутой. Ну, вот те запросы, конечно. Прикол. Это, знаешь, по-моему, это Ногинск. Это скейт-парк, где малины катаются. Да, точно. Он еще прыгнул в конце. А он мог бы еще 10 раз попрыгать на тормозе, и тогда это было бы еще круче. Там дети чисто на заборе такие сидят, как голуби. Реально? Да. Чё это? Да, стоп. Ну, он, типа, не накрутил? Да, да. Я крутой трюк, но он, типа, чуть-чуть не делал. Тимур Тартлаза сделал бы полностью. Тимур Тартлаза сделал бы круче. А где он вот здесь? Вот тут нет, так что все. Мог бы прислать нам что-нибудь. А вдруг он там будет? Тоже Краснодар, по-моему. Стоп, а почему мы сказали ему, что Тимур делал бы круче, хотя надо было сказать, что он молодец тоже. А, ты тоже молодец. Ну, мы просто сравниваем тут немножко. Слишком крутые у вас, ребята, трюки. Компьютер не справляется. Ну, чё такое? Учен сделал Rail Ride прямой, потом Rail Ride вниз и борт вниз. Это был Rail Ride? Да. Ну, там Rail, кстати, не широкий, по нему сложно сделать. Да вообще сложно сделать Rail Ride. Это мой любимый трюк по периле, который лежит на полу. Да, он молодец. Не, это очень круто. Это необычно. Я думаю, там не будет больше ни у кого Rail Ride, скорее всего. Еще на Бартвист. Ты бы так сделал? Нет. Я бы тоже, конечно. Но это страшно. Это Лев. Мой кореш из этого, Екатеринбурга. Чё, я не про... Я просто смотрела. Ну, он сделал фибзер на фингер. Ну, не так жестко, как. Ну, то есть, молодец, конечно. Ну, тем не менее, я с фибзера не видел фингер до этого. Ну, просто, если сравнивать, то, наверное... Если сравнивать с другими скольжениями на трюк, то это не так интересно. Но, тем не менее, я не видел фибзер на фингер до этого. Опять фингер будет? Half Cup, наверное, не фингер. Сейчас будет 20 секунд падений, а потом мы увидим. Чё это такое вообще? Кошмар. Ну, круто. Ну, круто. Можно было чуть почищено, но он, наверное, устал и не стал переделывать. Он там нападался. Ну, да. Нет, здорово. Он сделал в Анетиме бар и Half Cup Finger в дроп. Тебе нравится, когда так столько падений вставают? Нет, мне не нравится. Мне тоже не нравится. Местоположение театр драмы. И после этого он вставляет 20 секунд, как он падает драматически. Это драма. По-моему, это какой-то спот, где обычно стрижемы начинаются. Не знаю, где это. В Нижегородске. А, в Нижнем Новгороде есть стрижемы. Есть. Нет, только в Москве. Короче, здорово. Он вез кривовато, конечно. Он, наверное, устал. Не знаю, здорово. Такая связка крутая. Но опять дроп просто скучновато. А смотри, там покрытие какое. Дерево, дерево. Там торчит что-то. Гвоздь. Меня не впечатляет. Ну, я так не знаю. А он дотронулся носком? Не суть. Он там все равно не очень красивый. Но все равно... Не, жестко понятно, что жестко. Не, жестко просто это фибл. Не знаю, скучно. Сколько у нас хейтеров появится? Еще лютая газка не отметила. Опа, носочком натронулся. Это считается? Не, считается просто кривовато. Не, жесткий труб просто никак не впечатляет. Какие были жестоки. Мы сказали Косте, что мы все эти вот так вот. В итоге сидим вот так вот. Че, я уже смотрела. Я не понял, что он сделал. Я слушала. А, и все. А. Я не понимаю. Вип на хил на... А. А, два ревайнда? Типа, вип хил вип? Или нет? Может быть... Сейчас. Вип на хил на вип. Ну, блин. Такая огромная фигура. Не знаю. У него самокаж еще стритовый. Мне кажется, ему надо было другой трюк снимать просто. Может, для него просто это сложно? Да, не, я просто его знаю. Ему, мне кажется, надо было другой трюк снимать. Ну, ладно. У него еще есть шанс как бы... Может, он там что-то выломит. Ну, да. Что это? Это первое? Похоже. Нет, триггер сразу. Мишка, хач. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Ты видела? Он нафиг сделал. Он самокат выкинул. И музыка веселая. Вообще, подожди, он отметил Каталити Шоп, а магазин, по-моему, только в Калининграде находится. Нет, не в Калининграде. В Красноярске, Каталити. Нет? В Красноярске, по-моему. Да, в Красноярске. Точно? Там, где парк еще такой большой. Это, по-моему, не Красноярск или Красноярск? Это не Красноярск, это Перми. Это там, где знакомый наш. У него самокат еще такой здоровый, у него руль, наверное, ну, он самый большой такой парень. Короче, круто. Я заценила розовые облачка на нем. Крутой трюк, там такого до этого не было. Куда? Туда. Не остритер. Кому не верь. А стрит в другом случае? Да. Ну, видно, что не стритер. Так еще разок. Ну, Брай. Это Брай. И все, да? Ну, он просто сделал чисто Брай. Ну, молодец. Да. Больше нет комментариев. Опять он. Сейчас что-то будет еще, смотри. Брай, только поклее. А с ложкой он уже встал, по-моему. Не, он не встал, просто... Ну, такой. Костя, почему ты нам два одинаковых трюка, который не одинакового человека выбрал? Ну, короче, молодец, умеет Брай. Это уже другой парень, а это тоже Брай. Ну, тоже здорово. А почему все хлопают? Брай. Брай. Я не понял, что за фигура. Это типа что? Да, посмотрим еще раз. Такая, по-моему, так... Как памп-трек, типа... А, да. Это кусок памп-трека. Такое ощущение, что он не должен там стоять, они его сперли. Да, возможно. О, это жесткий малой. Я не знаю, что там за трюк, но... Обалдеть. Это фулл вип на лип. Мне кажется, тут типа... Тут чего-то не хватает, но это то, что я хотел увидеть. Типа крутое скольжение и трюк тоже классный. Это сложно. Вообще он удивительный. Он крутой. Это чё? Да. Окей. Ему лет сколько, не знаю. Но он выглядит очень маленьким ребенком. Лютая газка, одним словом. Фортнайд, да, еще. Можно еще раз? Да. Не могу понять, это и в Москве или не в Москве. Наверное, в Москве тут очень много отмечено всего. Хотя непонятно. Ну, большой рейл, как-то он доскользил. Жиденько как-то он сделал. Я не поняла, в чем прикол. Ну, просто рейл по большому... Ой, рейл. Бортлайд по большому рейлу. Жиденько все равно. Как скажешь. Что у него самокат как-то? Что у него за самокат как будто заниженный? Или мне так кажется? У него колеса маленькие. Или нет? Да нет. Может так сняли? Ну, сняли сверху, может кажется, заниженный. Он еще немного напишает. Я не знаю, выглядит забавно. А, наверное, тот ширик на айфоне. Хотя бы непонятно. Ну, трюк. Ну, трюк по флэт-трейлу, молодец, пацан. Ну, такие комментаторы просто. Ну, ничего удивительного, наверное. Ну, да, мы же выбираем сейчас одного лучшего, это сложно. Поэтому можно обсирать всех остальных. No. А, это тот же парень. Нет, это круто, мне кажется. Да. Ну, это интереснее даже. Нет, это интересно. Фиббл, випфибл, реверт, холхобар. Не, ну, здорово, мне нравится. Саша Фео. Это Саша Фео. Говорят, самый уважаемый человек там. Там. Ну, где он там? Где он, в Симферополе? Симферополь, может, Севастополь? Это одно и тоже. А, я не разберусь. В смысле, я не разберусь. Я думал, Симферополь, это Европа. А, ну я дофига умный. Это Европа так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять ступеней. Я там не был. Ну, вроде большие ступени. Но он крутой. А мне было такого трюка до этого. Душнее, там никто не делал. Это он мне всякую дичь писал, блин. Я не знаю. Да, передаю тебе привет. Тем многое, кто пишет дичь, блин. Сабмортал, кто это? Тут знакомый прям чел. Подожди, это же... Это не... Кто это? А, нет. Ты путаешь? С кем? С Симферополь. Ну, это бы я тоже видела. У них из всех волосы даже одинаковые. Я не могу вспомнить, из какого он города. Тут написано. А, написано. А, ну мы видели такой трюк. Там был до этого точно такой же трюк у парня из Петра Заводска. Надеюсь, я не ошибаюсь. Не, здорово, но там такой трюк уже был. Цветой источник. Какой-то кринж словил с 2015-го. Мне нравится монтаж и трек. Он сделал бурслайт на фулл хил. Окей. Я так понял, он сделал несколько раз. Просто по пять раз. Не, не, клево. Мне нравится, что тут снято нормально все и замонтировано. Не куча падений, а куча раз, как он трюк делает. Короче, мне нравится. Вот он кто-то даже написал на английском. И на страйминг какой-то. Это на гинского мема. По-моему, это тот же парень даже. Хотя не уверен. Да, и у него самокатерка. Ну, у него в ванце и самокат. А, ну это то, что ты хотела видеть. Да ебаный. Слушай. Оп. Нет, ну прикольно же. Да ебаный. Прикольно. По сравнению со всякими дроп штуками. Но это менее, наверное, сложно. Да? Без комментариев, я не знаю. Каких без комментариев? Я для чего тебя сюда посадила? Это менее сложно, чем, допустим... Да так никто не делает. Ну, типа, никто не использует тэп давно уже. Малина, может, и шуруп. Ну, на гинске используют. На гинске, да. Не, здорово, но что-то хотелось бы видеть это, наверное, в квотер. Ну, типа, в скат куда-нибудь. Понятно. А что у него с доской? По-моему, это из Питера чего-то, да, тут написано. Ну, он просто доску показал свою здоровую страшную. Краснодар. Ну, видишь, как у него пёс. Да, страшный собак. Наверное, он сам пёс. Мне нравится крутой трюк. Я шмотки его заценила. Из Кемерово опять. Какой-то Маголис Гимн. Чего он написал? Посложнее, что-то не могу сделать? А, это значит, что сложно. Да? Наверное. Ну, и что скажешь? Нормально? О, кстати, может быть, я меньше стала кататься? Может быть, реально реже стали, что люди самокаты туда? Ну, может быть, реже. Нет, я не замечаю. Мне кажется, сейчас уже нет. Он сделал Магол на трехила, получается. Ну, это, по-моему, жестко, да? Да, жестко. 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 Не знаю, трехила. Тем более, смолила. Я не знаю, случайно. Это, по-моему, что? А, нет, я перепутала. А это где? Может, ЕКБ? А, нет. Что это? В Екатеринбурге, по-моему, тоже был стрижем. Вот, там спот вот этот все время, да? Да, да. Вот он тоже трехила, только со ступеней больших. Мне кажется, его зовут Кирпич. Да, там большие ступени, по-моему, там 10, что ли, я не знаю. Ну, они большие, это круто. Ну, дроп, конечно, опять немного смешновато. А что тебе нужно, объясни? Что-то интересное. Дроп. Ну, не просто дроп, не знаю. Ну, если бы это был не дроп, а гэп через что-то. Представляете, ступени, а посредине забор стоит какой-нибудь. Вот так круто. Тогда я считаю, что крутой тренд-рендер. Вот ты доделаешь, тогда я посмотрю. Колд Воронкоу не верит. А, верит. Да! Я просмотрела. Опять комменты читала, блин. Это Миша из Москвы, я его знаю тоже. Он мне дверь подарил. Обалдеть. Я там был, у него с первой попытки, у него доска очень сильно погнулась, страст. Прям дно ушло вниз. Не, жестко. На этих ступенях так никто не делал. Вообще, это сложный трюк. Ну, вот это крутой трюк со ступеней. Мы поняли. Вот смотри, тебе разнообразие фигур. Маленький ребенок. Мне кажется, он большой. Солитер это самый маленький ребенок. Поменьше, чем большой. Самый маленький? Ну, не самый маленький, но он маленький. То есть, такой средний. Ну, Слава Репина, знаешь, потом меньше. Слава Репин всегда был маленький, сейчас большой, наверное. Ну, вот он маленький, очень. Ему лет 11. Сейчас он не будет 2 часа смотреть просто. Что это сделать? Я не знаю, я не понимаю так быстро, правда. Я поэтому тебя сюда пригласила. Он сделал full VIP на ротор на подкат. Круто. Да там был до этого VIP на ротор. Вот это круче. Я же говорил, там будет круче. А где он был VIP на ротор? В самом начале был VIP на ротор. Нет, на каком споте? Не на споте, а в парке. Ну, типа с... Поняла. С рампой. Ой, это вообще чемпион. Мне очень нравится, как он сейчас катается. Вот этот, да, малой? Стексит. Лютый. Ну, сколько ему лет? Ему 0 лет. Вообще, ему лет 11 максимум. Ну, да, я о том же. Мне очень нравится, как он сейчас катается. Он выкладывает что-то очень нереальное. Не, вот это уже интересно. Уже рейл типа вот такой. Поняла. Круто. А я это видела. А я так делаю. А все так делали? Нет. Только мы так делали. И волосы. Вообще, это круче многих других скольжений, которые были до этого, потому что так вообще мало кто делает. Подожди, а мы же не должны были смотреть эти видосы? Почему? Ладно. Нет, нет, я просто делал такой трюк. Это видос я, может быть, видел, может, не видел. Хорошо. Короче, такая... Может, видел? Может, видел, может, видел. Короче, это круто. Это... Ой. А, ой. Так вот, это скольжение делает не так много народу и не так много людей вообще. И рука чисто мокрая. Да. Сигает, типа, вниз таким трюком. Вот я умею чуть-чуть. Володя умел. Да ладно, этот Тимур делал. И этот парень. Какой Тимур? Саша, ты не делаешь. Какой Тимур? Тимур Маматов так делает. А, и Тимур Маматов. Ну, мне кажется, Тимур тут так не делал. Тут не делал, делал у себя. Короче, круто. Но я на ДС делал. Ой, я на громко глотнула сейчас. Это считается за необычный трюк с неординарным подходом. Сейчас еще глотну. А еще это не в парке, а на споте. Это вообще классно. Как ты... Слышно? Я не умею. Просто глотаю. Простите. Просто... Просто глотаю. Ничего не слышно. Мэ-мэ-мэ-ус-а-ен, да? Ой. Он мочил весь самокат. Оооо. Ооо. Я видела много такого, да? Ну, большой рейл, маленький ребенок. Бэклип. Какой он маленький, блин. Ну, он маленький. Тебе на год младше, небось. Смотри, ты живешь даже с нас? Сколько лет? Меньше 15. Тебе сколько лет? И мы уже 16. Мне 20. Тебе реально уже 20? Добрый вечер. Здравствуйте. А мне почти 22. Прикиньте. Короче, там не так много людей делали бы клип. Это большой страшный рейл. Ну, ладно, у нас небольшой страшный. Да, я просто глотаю, тоже слышно. Мне страшно, блин. Я вообще не буду больше это. Будешь больше глотать. Слюна будет вот так вот. Короче, здорово, но можно было что-то поинтереснее. Но, наверное, не по этому рейлу, потому что там фиг, что сделаешь. Крутое такое. Это круто, но как бы все как-то, ну, окей, буду тоже это слово использовать. Я не знаю, кто это и где это. Это Никита Лисицы. Дальше раз. Никита Лисицы. Ебать! Какое-то странное это здание, как будто вот где это. Бруслайт бэклипс. Ебать! Не, здорово, на споте, не в парке. Круто. Ну, там были круче трюки. О, вот это здорово. Че это? Он сделал вид на барный франборд на вид. Это из Москвы, пацан. Из Москвы, а это что за спорт? Это в Москве, да, что-то? Это парк рядом с садовниками на набережной. Ну, вниз спускаешься к набережной, к Коломенской. Ну, к технопарку. Ну, я поняла. Крутой трюк, так тоже мало кто делает. Ну, я так не делал. Женя Медвей только меня. Ну, ты и есть Женя Медвей. Ой, я ему по коленке дал с самокатом. Кому? Ну, я его по-своему разговаривал. Вот этому чем? Да. Марку. Я ему по коленке дал с самокатом. Ты должен отплатить. Ну, типа, выбрать его. Видите? Ну, смотри, я вот третий раз включаю. Ну, молодец. Фронтфибл, трехвипно-бар. Вообще неинтересно. Там был похожий трюк. Там было трехвипно-бар куда-то еще. Это последний, прикинь. Серьезно? Мы посмотрели все 50, сколько-то видосов. Ну, вот там первый или второй был Степа Пальмов, который делал фронтфибл на трехвипно-бар. И фронтфибл на трехвипно-бар круче, чем фронтфибл на трехвипно-бар. Чего мы научимся пользоваться компьютером? Парень из Митина, Некрасов. Тут огромный рейл. Я видел его в известном профайле. Фифтин на бар. Очень круто. Так, что дальше? 8 скворцов, 8. Это круто, очень мне нравится такое. Меня это удивило, потому что там никто больше не выкладывал такие трюки. Рейлрайт. Еще он сделал вперед, вниз и на бортвист. Я вообще это видел там у бджерклита какого-нибудь только. Короче, я такого не видел. Это очень здорово. Но победителем будет другой. Колеса получит он. Другой. В общем, было сложно очень выбирать. Очень сложно выбрать. Все трюки разные, но вот это меня прям удивило. Есть и скольжение, и трюк какой-то невероятный. И он сделал этот с градусами, сделал чистый. И под музычку крутую. Поэтому эти колеса получит он. Ну, тебе напишут в инстаграме. В ближайшее время магазин Кикмит пишется с тобой в инстаграме и отправит тебе эти колеса. А в следующем выпуске мы будем оценивать ваши балансы. Для этого вы должны до 25 июля выложить в инстаграм клип с хэштегом КМЭ не верю баланс. Обязательно, чтобы это была комбинация трюков с балансом. С manual, nose manual, что там еще бывает, hang five, что-то еще. Чипа того, да. Но это не должен быть огромный инстаграм клип, только одна комбинация трюков. Например? Вот такая вот. И в конце месяца мы посмотрим все видосы и, как всегда, выберем один самый крутой и подгоним ему приятный какой-нибудь подарочек от нашего магазина. Мы надеемся, что вам очень понравилось это видео. Обязательно ставьте под него лайки. Подписывайтесь на наш канал, на нашу группу ВКонтакте и наш инстаграм. Все ссылки будут в описании. И пишите в комментариях, какой видос больше всего понравился вам. А с вами была Алена. И Артем. Щербаков. Магазин Кикмит. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok